Праздник Святого Равнопостного Великого Князя Владимира Праздник Святого Равнопостного Великого Князя Владимира Без упования и без того, что есть в наших сердцах, не будет никакого ни настоящего, ни прошлого, ни будущего И недаром святые отцы подчеркивали и говорили нам, что те люди, которые хотят стать гражданами неба должны стать прежде всего хорошими гражданами земли И история нас всему этому обучает, даже как наука И знаем, что как вообще наш народ тяжело приходил к вере Знаем, сколько было войн, сколько у нас языческих князей было Да и мы весь народ были языческим Собственно говоря, покуда Европа просвещалась, начиная с Древнего Рима Когда в первых веках христиане заливали землю своей кровью и свидетельствовали о вере Сколько веков, сколько времени прошло Знаем, что наши первые апостолы пострадали в Риме И Петер, и Павел, и, как мы сегодня слышали в песнопениях тропарей, кондорков сегодняшнего дня Равнопостному Владимиру, как в церкви его называют второй Павел, второй апостол первой вековный Почему он второй Павел? Потому что Господь его избрал, Господь его просветил Как некогда первого Павла, который был Савву, который преуспевал в более других иудействующих В гонении на христиан Господь по дороге в Дамаск его остановил и говорит Савву, почему ты гонишь меня? Господь его просветил, каким образом? Сначала ослепил его своим божественным светом Также и князя Владимира Господь сначала ослепил И мы знаем, что потом уже, после его, так скажем, настоящей христианской женитьбы После того, как он уже обвенчался на православной сестре императоров византийских А вернее, если будем более конкретизировать То после уже своего крещения он прозрен И это физическое прозрение было прозрением духовным Он уже изменил свою жизнь Он уже изменил свой ум, свое сердце, свои помышления И цели его жизни стали совершенно другими Так мы знаем, что, собственно говоря, и апостол Павел после крещения прозрел Поэтому в церковных песнопениях мы отсылаемся к еще более древней истории То есть от истории к истории Как наши богословы назвали, интересно, статью одну Современную, богословскую Что вперед в будущее или назад к отцам Без церковного предания, без Духа Святого, который живет вечно Который движется и нас движет в существовании духовном Без этой духовной истории ничего невозможно построить Поэтому мы отсылаемся тысячи лет тому назад Ну уже немного более Знаем, что крещение в 1988 году Но церковь нас отсылает еще более в древность Еще тысячи лет назад И видим, что вот первый апостол Павел Просветитель всех языков А тут у нас свой апостол Павел Великий равноапостольный князь Владимир Просветитель наших язычников и всех нас Но мы отметим по ходу этой истории Некоторые для нас очень важные вещи Как мы слышали сегодня в Писании священном И вот сейчас на молебне мы слышали Слова Писания Что человек находит некий бисер драгоценный Некую жемчужину То есть человек находит Царство Небесное А Господь приводит эту притчу нам По учению, говорит, вот чему будет подобно Царство Небесное Вот подобно некому неводу Или подобно вот жемчужине Вот и находит человек это Царство Небесное И ему больше ничего не нужно Он понимает, что это есть истинный путь и жизнь Он только этим живет и движется и существует Больше ему ничего не нужно в этой жизни Потому что он нашел самое главное И исполнил заповедь Ищите прежде всего Царство Небесное Правду его, все остальное приложится вам Так и князь Владимир нашел этот бисер Эту драгоценную жемчужину И он после того, когда увидел, что такое свет православия Прежде всего, когда он сам себя просветил Он осознал, что он может это сделать и с другими Вот сейчас он имеет полное право учить других После того, как он сам просветился Иногда, ну не то, чтобы лжи историки Но лжи критики Которые сами не веруют и другим не позволяют верить Говорят, что А как же, а посмотрите А что происходило Так он же язычник Он же убивал, он же насиловал А посмотрите на его там прабабушку Как она целую деревню древлян языческих сожгла А как же, а как же, разве это святость? Но, к сожалению, тут вопрос даже не в святости Как об изгрешности А вопрос вообще в целом человеческой личности В личности, которая сама себя разрушает Ведь мы же знаем, что даже в Ветхом Завете Был очень жестокий мир Единственным способом, чтобы человечество не уничтожило друг друга Единственным способом было существование единого Богоизбранным народа Которого Господь сам избирает Вот этот народ, который Господь посвятил на служение Ему И вынужден был воевать Вынужден был защищать землю Ту землю, которая родит Спасителя и Мессию А сколько цивилизаций было уничтожено даже до Но вспомним, но их поток Даже до тех древностей, о которых мы говорим Господь посмотрел на этот мир И в Писании сказано одним предложением Всякое их деяние зло предо мною И Господь понимал, что ничего святого не останется И вот мы видим, что всякие войны Это следствие человеческого грехопадения Ибо любая война человека против человека Это следствие войны человека против Бога И мы видим, что так в истории и происходило И даже если мы возьмем прабабушку Просвятителя и крестителя нашей Руси Владимира Великого князя Мы увидим, что она тоже некогда была язычницей Уже проводя, так скажем, политику и государственную деятельность С иезонтийскими императорами Откуда мы подчеркнули свою веру Здесь мы уже видим, что она, как богомудрая жена Как ее, собственно говоря, и прозвали в народе Богомудрая Ольга Что значит мудрость Она не только ради истории Она не только ради княжества Но прежде всего ради того, что она может передать Драгоценной бисережью мчужину своему народу Вот ради этого она и жила И она следи этих всех политических дискуссий И следи политической деятельности Она находит веру Она сама крестится Возможно, тайно крестилась Возможно, не объявляла об этом Но она уже была верующей В 946 году пострадал ее муж Древляне, жестокие язычники На ветвях деревьев рассекли его Поступить так с князем киевским То есть русским Это огромнейший позор был И то, что великая княгиня Справедливо поступила Так скажем, с язычниками Которые даже пытались После всего, что они сделали с ее мужем Пытались даже взять ее замуж Левнее, предлагали ей Взамен своему мужу Одного из своих языческих правителей Но, конечно же, княгиня была мудрая И понимала, что нет будущего И тем более, после такого позора Какое может быть будущее с язычниками? Которые не то, чтобы могут убить кого угодно Они друг друга убивают И тут уже мы видим, что Господь Попускает меньшее зол Для того, чтобы сохранить благочестивое Для того, чтобы управить свой народ в будущем И история нас ведет Сквозь эти все даже кровавые В кавычках события К тому, что наступит время Когда уже будет дух благодати и благочестия Поселяться на наших сердцах Когда уже Непан станет великим местом Для окрещения всея русские земли И слава Богу, так и произошло Князь Святослав На кого? На которого? И на кого надеялась великая княгиня? Он все-таки избрал путь язычества Он не согласился пойти в разногласие Со своими боярами Он боялся того, что его войско не сможет С ним вместе послужить Он боялся того, что все же Войско его осудит И его тоже можно понять Но когда мы уже говорим о князе Владимире Мы видим, что великие плоды Веры и благочестия Великие княгини Ольги Прорастают на ее внуке На том, которого назовут Владимир Красное Солнышко Некогда ярый язычник Который изменил ярость свою На смирение, ненависть на любовь Который сам ненавидел всех Своих врагов Он сейчас их полюбит Который некогда завоевал Великие державы огнем и мечом Сейчас он будет завоевывать сердца людей Людей против и смирения И своей божественной любовью Поэтому тут мы видим, что жизнь человека Делится на до и после Если человек, который принимает крещение И христианство, и святого духа Принимает свою жизнь Если такой человек уже Не приходит к тому, что было до Но живет только в будущем Тем, что будет после После того, как он изменил свою жизнь Вот тогда этот человек святой Потому что он избрал Христа Он взял свой крест и последовал за ним И взявший плуг уже не оборачивается назад Потому что знаем, что Царство Небесное Берется в силы Братья и сестры, будем этому радоваться Что у нас действительно есть такие святые Которые хоть и были великими Некогда либо язычниками Либо грешниками Либо в отме находились Но они просветились, они осветились А они стали благодаря всем этим искушениям Намного лучше и сильнее Они стали родноапостольными Они стали Как апостол Фетер и Павел Первоверховными апостолами Они стали Как Мария Преподобная Египетска Самыми великими подвижниками И святостей своей И в нашей жизни Они стали путеводителями для слепых Итак, отцы святые нас учат Что тот, кто прошел все искушения Он и путеводитель для всех И пристанище, и упование Поэтому благодарим Господа За то, что он дал нам Такого великого святого Как князь Владимир Равноапостольный Великий князь Просветитель, креститель нашей Святой Руси Потому что с него все началось Он начал с себя И тогда крестил других Он сам очистился и очистил других Он сам просветился и просветил других Для нас это пример Чтобы мы, прежде всего, начали с себя Чтобы мы научились любить и себя Потом других И тогда научились жить свято Пусть Господь поможет нам По молитвам великого князя Владимира Стать просветителями и своей жизни И своих людей И своего правильного пути По дороге к нашему спасению Аминь Всех с праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok